Ассаляму алейкум и рахматуллах и баракату. Можно ли увидеть Всевышнего Аллаха? Ученые Ахлю Сунна Вальджама однозначно говорят о том, что можно. Но каким будет это видение? Ну, во-первых, основа в этом вопросе — это аят. Всевышний Аллах говорит в Суре Аль-Кияма, это 22 и 23 аят, «Лица в этот день будут сиять и взирать, то есть смотреть на своего Господа». То есть лица праведников в Судный день будут сиять от счастья, видения Всевышнего Аллаха. Лица же грешников и неверующих будут темны от страха за свою участь. Ахлю Сунна Вальджама, мусульмане-суниты, убеждены, что праведные верующие увидят своего Господа в будущей жизни. Имам Абу-Ханифа, рахимахуллах, великий ученый, за которым мы следуем не только вопросов фикха, но и вопросов акыды, он писал, «Мы утверждаем, что верующие увидят Аллаха в раю без образа, подобия и направления». То есть комментатор книги Аль-Уасия, где эти слова имама Абу-Ханифа приводится, шейх Аль-Баберти говорит, что это означает, что Аллаха можно будет увидеть в следующей жизни. Способность его видеть появится у верующих в вечной жизни, и это будет ясным видением, подобно тому, как в этой жизни мы видим луну, как сказано в хадисе. Некоторые течения отрицали такую возможность, говоря о том, что можно увидеть только физическое тело, а поскольку Аллах не является телом, то Аллаха невозможно увидеть. Другие же течения говорят о том, что раз можно увидеть только тело в пространстве, значит, видение Аллаха будет видением тела. Мы же говорим, нет, Аллах, субханалу тааля, будет увиден, но без образа, направления. Как говорит имам Тахаби, видение Аллаха, обитателями рая, истина, это будет без охватывания, то есть без зрительного восприятия как бы предмета, и без образа, поскольку Всевышний Аллах не тело, не находится в направлении относительно чего-либо, не имеет границ, не имеет образа, то его видение не будет подобно видению физических тел в пространстве. А как это будет, какова будет природа этого, лишь Аллах знает. Дальше ученые разошлись во мнениях, увидят ли верующие Аллаха в судный день или увидят его в раю. Но, судя по всему, сильное мнение, что это будет и там, и там. Сначала в судный день, а потом они будут получать огромное наслаждение, видя Господа в раю.